Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я. Поскольку этот канал касается в большей части военной одежды, я не могу не затронуть эту тему. Сегодняшний обзор будет немного экстраординарным. Итак, тема сегодняшнего видео – как пояснить зательняшку, ну или как ответить зательняшку. Для начала представим себе такую ситуацию. Вот вы собрались, например, в поход или на дачу, ехать на электричке. Вы одели походные брюки, собрали рюкзак, всё как надо, котелок, спички, оделите тельняшку, потому что погода ожидалась прохладная. Сидите в электричке, едите с друзьями. Ничего не предвещает беды. Тут к вам подходит мужик, или зачастую это группа, потому что обычно делают группой, об этом позже, и спрашивают, а где вы служили в армии? Вы отвечаете. Ну, отвечайте, где вы служили, либо вообще не служили. Из-за этого обычно следует довольно-таки жёсткий вопрос. Такой жёсткий, зачастую с всякой жёсткой лексикой и эмоционального характера. По какому праву ты тогда тельняшку наделал? Ты же не заслужил её, или что-то вроде этого. Обычно это очень жёсткий вопрос, в таком подавляющем тоне. И тут вы говорите, вы теряетесь, вы не знаете, что делать, вы начинаете оберегать какие-то доводы, типа, то чего. Они вам продолжают давить, продолжают объяснять, продолжают на вас наваливать. Ну, и в конце концов, это может закончиться либо ограблением, либо, собственно, дракой. Ничего, конечно, бы не хотелось. Сейчас я вам расскажу, как отвечать в таких случаях, чтобы не попасть в просаг, как говорится. Для начала скажу, что тельняшка, это давно уже перестало быть каким-то символом, который нельзя носить. Это уже является общедоступной одеждой за 600 рублей, которую можно купить в любом военторге, или на большинстве рынков вещевых. Причём, по сути, не важно, какого она цвета. Особой популярностью пользуются среди любителей дачного отдыха, рыбаков и так далее, голубые, синие и чёрные тельняшки. Так вот, те, кто спрашивают, собственно, за эту одежду, я вам скажу так. Они не хотят отстоять честь каких-то там родов войск. Они так делают, потому что хотят хоть как-то себя проявить. Поясняю. Ну, вот, допустим, служил человек в войсках. Не буду говорить каких. Просто. Потом, у него, может, у него жизнь после этого не задалась, и самым ярким моментом у него была служба в определённого рода войсках. Ну, и так далее. И они деградировали. Также у них накопилось много агрессии внутри. И им нужно эту агрессию на кого-то спустить. Выплеснуть. И вот под руку попали свой. Как раз с типа поводом. По аналогичной схеме действуют оффники. Ну, точнее, не совсем оффники, но молодёжь, которая спрашивает на улицах за шмот. Доводов тоже можно привести очень много. Ты не стоял на забиве с фанатами. Ты не ощущал этого. Тебе носы не разбивали. Ты ногой не получал. Какое ты право имеешь носить в Стоун Айленд? Это наша одежда. А ну-ка, давай снимай быстро. Ну, согласитесь, глупо. По такой же схеме можно спросить, например, за берцы. Ты кросс в берцах не бегал. Ты окопы не копал ломом, стоя по пояс в воде. Ты в карауле не стоял в суточном наряде всю ночь. Какое ты право имеешь носить берцы? Ну, согласитесь, ещё глупее. У меня для вас очень плохая новость, так как я сам с этим сталкивался. Правда, я сталкивался наполовину в соцсетях, но всё-таки я с этим сталкивался. Обычно никакие доводы, никакие аргументы с вашей стороны, что это вот там типа уже можно носить, типа ты чё, типа я просто купил, подошёл, это обычно не работает, к сожалению. Это наоборот приводит к усилению давления, что они начинают тебя переубеждать, что ты не имеешь права носить эту одежду, что это их одежда и так далее. И это ведёт только к эскалации конфликта. Как же теперь, собственно, с такими людьми разговаривать? Тут варианта два. Либо вообще их игнорировать, то есть, ну вот они тебя подошли, они на тебя наезжают, ты, например, сидишь в электричке, вы, например, сидите в электричке, смотрите в окно, занимаетесь своими делами, вообще у них не обращайте внимания. Не знаю, сработает ли или нет, но многие так говорят, что это типа помогает. Либо есть второй вариант для людей, собственно, у кого яички поплотнее, так сказать. Для начала надо чётко обозначить, что вас не сломить, что вы всё равно будете носить эту одежду, какие бы преграды перед вами не стояли. Ну вот, например, на вас наехали кто-то, обычно это группа, потому что поодиночке их вынести гораздо легче, поэтому обычно, обычно они, такие люди, и действуют группой. Мы встаём. Дистанцию, естественно, рекомендую соблюдать. Вытянутая рука, ну как и в любой драке. Просто чтобы избежать внезапного удара. Мы встаём, подходим к ним и говорим. Брат, я всё равно буду носить тень. Даже если меня побьют, даже если меня сейчас отнимут, порвут тельняшку, я куплю новую, всё равно буду носить. Я отлежу в больнице, буду носить. Ты мне разобьёшь нос, я буду носить. Мне плевать. И потом, пошёл нафиг, если хочешь. Вот это, по-моему, самый действенный метод. На жёсткий вопрос, жёсткий ответ. Я сам с этим сталкивался. Правда, не в жизни, хотя тельняшку носил просто миллиард раз, но я с этим сталкивался в инстаграме. Конечно, в соцсетях обижаться на кого-то это уже в принципе глупо, но просто решил вот с вами определиться с такой информацией. Всем спасибо за внимание, предлагайте свои идеи в комментариях. До встречи!